ГОСПОЖА ИГЛИЦА Всего девять лет. Девочка была прихорошенькой и никакой опасности не представляла. — Карррррр! Куда идешь? Зачем идешь? Почему идешь? — кто-то громко спросил с высоты. Девочка подняла голову и увидела над ветви большого старого дуба огромную черную ворону. — Очень много вопросов, — ответила девочка. Я гуляю по лесу, собираю шишки и сухие корни деревьев. Некоторые бывают очень причудливыми. В руках у нее была корзинка, и несколько еловых веточек с зелеными шишками уже наполняли ее дно. Ворона с любопытством рассматривала девочку и вдруг сказала. — Ну, хорошо, я разрешаю тебе идти. Дорога открыта. Девочка расхохоталась. — Ты разрешаешь? — не в силах сдерживать смех, — спросила она. Но ворона нисколько не обиделась. — Я хозяйка леса, — ничуть не смутившись, гордо заявила она, выставив вперед левую лапку. — И вообще, тебя не удивляет, что я разговариваю? — Нет, — сказала девочка. — Я знаю, что птицы умеют говорить. — Ну, ты и сказала. На этот раз обиженно пробормотала ворона. — Что значит птицы? — Я единственная и особенная. — Хорошо, хорошо, — быстро ответила девочка, дав понять, что она полностью согласна с вороной. — Ладно, обиды в сторону. Давай знакомиться, — сказала птица. — Меня зовут Яна. — А меня Аня, — ответила девочка. — Ах, ты мое отражение! Твое имя то же самое, что и мое, только наоборот. Ворона обрадовалась и спустилась с ветки. Теперь она ходила вокруг Ани и внимательно разглядывала все, что могла увидеть на девочке. Кроме корзинки в руках, на плече у Ани висела детская сумочка, почти как дамская, но только для маленьких девочек. Изнутри сумочки и от ее розовой перламутровой поверхности пахло чем-то вкусным и сладким. Ворона поводила клювом и, предчувствуя поживу, сказала. — В некоторых сумочках бывают разные лакомства. — В моей сумочке они тоже есть, — ответила Аня. — Это конфеты. Леденцы в круглой коробочке. — Покажи, — попросила Яна. Аня достала коробочку и, открыв ее, сказала. — Угощайся. Как в открывшемся ларце несметными сокровищами заблестели перед ворона и леденцы. Они были цветными, прозрачными и напоминали драгоценные камни. — Каррррррр! Отдай мне эту коробочку! — взмолилась ворона. — Она мне так нужна! Если она не будет принадлежать мне, то я могу умереть от сердечного приступа. Я очень чувствительная птица. И она хлопнулась на земь прямо перед девочкой. Но увидев, что никакой реакции не последовало, и ее актерский талант прошел беспледно, Ворона поднялась, оттряхнула перышки и сказала, «Леденцы я, конечно, съем, а в коробочке буду хранить любовные письма». «Ну что за чушь ты несешь?» – опять рассмеялась Аня. «Хорошо, забирай всю коробку, если она тебе так нравится». Ворона быстро спрятала леденцы под крыло, но, подумав, на всякий случай спорхнула на дерево, сохранив там добычу. Вскоре она вернулась и разгулила вместе с девочкой по лесу. Ворона безумолко трещала, говорила разные глупости, и вдруг замерла на полуслове. Раскрыв клюв для порции очередного нового бреда, она неожиданно замолчала и вперила свои круглые черные глаза на руки Ани. На тоненьком пальчике девочки, переливаясь всеми цветами радуги, сверкало колечко. «Кар!» – жалобно простонала Яна, явно намекая на новый подарок для себя. «Твое колечко будет истинным украшением моей левой лапки. Подари мне его в знак нашей дружбы». Но Аня не спешила расстаться со своей драгоценностью. Недолго думая, ворона вдруг взлетела на дерево и, издав душераздирающий крик, повисла на тоненькой ветке вниз головой на одной лапке. Другая же лапка безжизненно свешивалась в пространстве. «Это Эдвард!» – с трудом прохрепела ворона. «Я же предупреждаю!» И, не договорив, замерла широко раскрытым клювом. Полюбовавшись на свое колечко еще раз и понимая, что вороньи фокусы будут продолжаться, Аня нехото сняла его. «Возьми, но знай, что я любила это колечко!» – вздохнула она. «Пустяки!» – внезапно воскресла Яна. Любовь приходит и уходит, а дружба остается навеки. «Это прекрасное колечко будет символом нашей нерушимой большой дружбы!» С этими словами она нацепила колечко на свою левую лапку. Вздохнув еще раз, Аня продолжила прогулку без конфет в круглой коробочке. И без колечка с рустальным камушком. Но зато у нее оставался на руке еще изящный браслетик из маленьких перламутровых речных раковин. Однако ему недолго оставалось быть на детской ручке. И очень скоро ворона приспособила его себе на шею в виде бус. Так шли они по лесу, говорили о разных пустяках, и ворона как бы незначай сказала, что дальше лучше не ходить. Там начинается густой колючий кустарник. Но и не это самое страшное. «За кустарником живет госпожа Иглица!» Почему-то очень таинственно произнесла она. «Кто такая госпожа Иглица?» Спросила Аня. Но ворона уже не слушала девочку. Она не могла так долго сосредотачивать свое внимание и снова болтала всякую чепуху. Хотя прогулка была веселой, тем не менее друзья устали и на солнечной полянке решили сделать привал. Рядом продикал ручеек, и было приятно отдохнуть под его легкое журчание. «На привале обычно закусывают и пьют сладкую газировку», — протрещала Яна. «Но у меня больше ничего нет», — ответила Аня. «Что ж ты такая незапасливая!» — с досадой каркнула ворона и махнула крылом на девочку. Было заметно, что она расстроилась. Помолчав, Яна сказала, «Ну, раз есть больше нечего, тогда давай смотреть содержимое твоей сумочки. Я очень люблю рассматривать имущество друзей. Выворачивай свою поклажу!» «Да тут и имущества-то никакого нет», — ответила Аня. И вытрясала все, что находилось внутри сумочки. Однако имущество было. Им оказалось золотое перо от старой сломанной ручки, бабушкин наперсток, кусочек медной проволоки, зеркальце, расческа и маленький резиновый пупсик. Перо и наперсток я забираю себе. «А остальное можешь положить обратно», — скомандовала Яна. Затем, внимательно оглядевшись еще раз, ворона увидела в волосах Ани алый атласный бант. Но, сообразив, что больше ей ничего не дадут, мгновенно сочинила история о том, что этот бант мог бы быть памятью о ее любимой бабушке, которая всегда носила точно такой же бант. Но до сих пор не нашлось такого существа, кто бы мог подарить такой ей вот бабушкин бант. За короткое время знакомства Аня уже успела понять, с кем имеет дело, и расплела свои льняные волосы, высвободив алую ленту. «Однако я хочу посмотреть этот таинственный колючий кустарник», — сказала Аня. «И за все мои подарки ты должна меня отвезти к нему». Ворона заупрямилась и ни на шутку стала отговаривать девочку не ходить дальше. Но Аня оказалась тоже любопытной и настойчивой. Вскоре они уперлись как в стену, в колючие игольчатые ветви обширного кустарника. Целые кустарниковые заросли выросли перед ними, и дороги больше не было. «Кто посмел потревожить мои владения?» Неожиданно раздался властный голос, и перед девочкой и вороной появилась старая разгневанная дама в длинном сером плаще. Она опиралась на клюку и слегка прихрамывала. «Здравствуйте, госпожа игольца!» Поспешил приветствовать даму-ворона. Но в ответ только услышала насмешку. Грозная дама, нахмурив брови и одновременно хохоча, сказала «Это ты, глупая птица, ты только посмотри на себя! На голове бант, на лапе кольцо и дурацкие бусы на шею ты похожа на огородное пугало! Не смейте обижать ворону, это очень чувствительная птица, с ней может случиться обморок!» Заступилась за свою подругу Аню. «А ты кто такая?» Строго посмотрев, спросила дама. «Что это за девочка, у которой распределены косы? Ты не расчесана, не воспитана и совсем не знаешь правил хорошего тона. Разве можно делать замечания старшим?» Но внимательно оглядев Аню, дама неожиданно стала доброй и снисходительной. «Ты, я вижу, девочка хорошая и чуткая, но тебя плохо воспитали!» Опять начинала негодовать дама, но об этом позже. «А сейчас я приглашаю тебя и твою подругу посетить мою волшебную страну. Вы узнаете в ней много интересного». Колючий игольчатый кустарник вдруг распахнулся, как большие широкие ворота, и взором девочки и птицы открылась чудесная долина. В изолении легкого, зеленоватого сияния они увидели вдалеке маленькие домики. Дама же в одно мгновение совершенно изменилась. Она помолодела так, что ее просто невозможно было узнать, и оделась в роскошное зеленое пати с изумрудами. На голове ее сияла корона из блестящих зеленых камней. «Не удивляйтесь, — сказала дама, — я лесная фея, а феи могут все. В своей стране я всегда молодею. Зовите меня госпожа Иглица. Это имя происходит от названия колючего кустарника Иглицы, который охраняет мои владения. Пройти через этот острый кустарник нельзя никому. Но для вас я сделала исключение. Потому что вы глупые, взбалмошные, но очень доверчивые и умеете ценить дружбу. Даже бестолковая ворона полюбила эту невоспитанную девочку, а девочка не побоялась заступиться за нее. Но, однако, в моем краю все должны быть красивыми и опрятными». Госпожа Иглица хлопнула в ладоши, и перед Аней и Яной вдруг оказались маленькие зеленые стрекозы. Они порхали в воздухе на своих прозрачных крылышках. Приглядевшись, Аня увидела, что все они имеют человеческие лица, а в лапках держат маленькие расчески и какие-то баночки и коробочки. «Вы немедленно должны быть приведены в порядок», — опять строго сказала фея. «Мои слуги причешут вас и умоют. И, пожалуйста, сними себе весь этот маскарад», — указывая на бусы, кольцо и бант, обратилась к вороне Иглица. Но ворона заупрямилась и ни за что не согласилась расстаться со своими ценностями. «Лучше я умру!» — торжественно воскликнула она. «Умирать совсем ни к чему. Если хочешь быть ряжной обезьяной, то и оставайся ей. Но перышки твои должны быть идеально чистыми!» Фея опять хлопнула в ладоши, и зеленые стрекозы принесли в лапках речную раковину с родниковой водой. «Ворона с удовольствием погрузилась в приятную ванну и плескалась, как воробей в луже!» Послушные слуги госпожи Иглицы вплели в прекрасные волосы Ани шелково-зеленые ленты и поверх ее платья повязали крахмальный передничек в зеленых оборочках. «Ну вот, теперь ты похожа на аккуратную девочку», — радостно сказала фея. «И мы можем начать наше удивительное путешествие!» В стране феи Иглицы Ворону и Аню встретили ликующими приветствиями. Маленькие человечки вышли из своих крошечных домиков и обрадованно махали зелеными платочками. Они были счастливы видеть свою госпожу и ее гостей. Фея приветливо улыбалась своим подданным и, слегка кланяясь им головой, величественно шефствовала дальше. С каждой новой тропинкой наряд ее менялся, и пышное зеленого бархата платье с изумрудами в одно мгновение превращалось в легчайший, слегка зеленоватый шелк, а вместо короны в волосах красовались белые лилии с зеленым отливом. Наряды и украшения менялись так часто, что Аня и Ворона не могли уследить за такими фантастическими переменами. Ворона, как зачарованная, смотрела на фею и, не выдержав, тихо шепнула девочке на ухо. «Вот бы мне хотя бы лоскуток от ее оборочки на платье!» Но Аня так строго посмотрела на Яну, что птица не решилась продолжать свои рассуждения о пополнении туалетов. На удивление же всем фея повернулась к Вороне и сказала, «Прими в подарок от меня эту розу. Я вижу твое большое желание выглядеть красивой. Это похвально. Но чтобы ты была настоящей красавицей, я хочу показать тебе, что для этого нужно». «Во-первых, — сказала фея, — большой красный бант для маленькой черной птицы — это плохой вкус. Во-вторых, — продолжала Иглица, — кольцо на лапе, бусы на вороньей шее, да еще вдобавок кусочек оборочки от моего платья — это уродство». Поняв, что фея услышала все, что ворона нашептала Ани, даже черная птица покраснела. Но госпожа Иглица сделала вид, что не заметила ее смущения, и продолжила. В-третьих, и фея протянула на своей ладони подарок. «Посмотри на эту розу! Этот элегантный шелковый цветок не может не нравиться. Он изящен, и внутри его зеленым глазком сияет маленький изумруд». «Королевский подарок! — громко вскрикнула Яна. «Я никогда не расстанусь с этим прекрасным цветком!» Ворона мгновенно сняла с себя прежние трофеи и с гордостью приспособила розу в свои груди. Ани снова получила свои вещи. «Многоуважаемая госпожа Иглица!» Слегка прослезившись, обратилась к фее Яна. «Вы преподали мне истинный урок элегантных манер. И хотя я знаю, что многому должна буду еще научиться у вас, но представления о настоящей красоте с этого момента у меня изменились благодаря вашему деликатному пояснению». «Да, Яна! — ответила фея. — Тебе предстоит еще многое понять». Все втроем они шли дальше, и прозрачно-зеленоватый воздух приятно издавал ароматы неизвестных им растений. «Почему в вашей стране так много зеленого? — спросила фея девочка. Я ждала этого вопроса и специально не стала ничего рассказывать сама, — сказала Иглица. — Хорошо, что ты спросила меня. «Все, что я сейчас расскажу о своей стране, это очень важно!» Фея попросила сесть всех в летнюю беседку, увитую зеленым плещом, и начала свой рассказ. Все леса и луга, моря и океаны, горы и равнины, вся природа заключена в один большой земной шар, который населяют люди. Люди возводят города, создают много ценного и интересного и живут в своем обществе. К сожалению, в отличие от природы, общество людей несовершенно. Люди не только созидают, но и ругаются между собой, разрушают прекрасное. А самое страшное — они ведут войны, от которых гибнут беззащитные дети и старики, и многие, не желающие держать в своих руках оружие. И этот ход событий мне отвратителен. Я скажу вам больше. Раньше я не пряталась от людей и часто появлялась в той или иной стране. Но много, очень много горя я увидела от людей. С той поры я создала свой мир и свою зеленую планету, которая населяет маленькие безобидные существа. Наблюдая страшные убийственные войны с войне и планете, я решила подарить счастье и дала ей цвет жизни — зеленый цвет. «Посмотрите вокруг, все деревья и трава зеленые, потому что зеленая природа — это жизнь. Жизнь, а не смерть подарила я своим подданным и каждой букашке в моих владениях. И вот уже много лет здесь царит радость, и две моих сестры постоянно гостят у меня». «Кар-кар-кар! Как интересно!» — сказала ворона. «Но кто ваши две сестры?» — с большим любопытством спросила она. «Тоже феи?» — «Да», — ответила госпожа Ивелица. «Они тоже феи?» «У меня есть младшая сестра — фея Синеглазка. Она живет в бурном океане, в окружении серебряных рыбок и голубых дельфинов. У нее есть также верная свита — это влага и дожди. Синеглазка навещает меня всегда в окружении своих верных слуг, и на мою страну благодатным потоком выпадают дожди, и поутру бывают роса. Без феи Синеглазки жизнь на моей планете была бы невозможна. Есть у меня и старшая сестра — фея Солнышко. Высоко в небесах живет она, но видеть ее близко нельзя. Моя милая сестрица приходит ко мне только в лучах солнечного света. — Тепло — это такое же важное условие для моей зеленой планеты, как и воздух и влага. — А много ли у вас еще всяких разных важных родственников? — Розинов от любопытства клюв спросила ворона. — Нет, немного. Есть еще одна сестра. Она является сестрой-близнецом моему дорогому Солнышку, но... Тут фея на мгновение замолчала, и, чтобы пауза не затянулась, сделала вороне замечание. — Ты, Яна, слегка на хмурых брови, — сказала госпожа Иглица, — совсем не умеешь вести себя в приличном обществе. Таких вопросов не задают. Нельзя спрашивать никого о родственниках и вмешиваться в личную жизнь. Сколько же тебя еще придется обучать? Какая ты невежественная птица! Однако мы заболтались. А время идет быстро, и моя милая сестра Солнышко показывает нам, что наступает вечер. — Идемте со мной в долину, — продолжила фея. — Там вы сможете выбрать себе комнатку в одном из уютных домиков по своему вкусу и поселиться среди его хозяев, пока гостите у меня. Друзья с большим интересом отправились в долину, где видели множество маленьких человечков, приветствующих их. А в долине их уже ждали с нетерпением. Жители зеленой планеты были добрейшими существами. Они никогда не знали горя и жизнь свою проводили только в мирных заботах и приятных хлопотах. Эти маленькие человечки были похожи на крошечных добрых гномов. Мужчины обязательно носили на своих головах длинные острограничные колпаки с кисточкой. А женщины — смешные круглые чипцы, все в оборках и рюшах. В каждой семье было много детишек, и детский смех раздавался по всей долине. Жители долины были предупреждены о появлении новых соседей. Девочки и вороны и со свойственным им миродушием принимали гостей. На улице они установили несколько столиков, сдвинутых воедино, так, чтобы это был один большой общий стол, за которым ожидали устроить встречу. Маленькие человечки, словно трудолюбивые муравьи, сновали вперед и назад, вынося из своих домиков разные кушанья. Кастрюльки и котелки с ароматными и пряными запахами появлялись на разных концах стола. Кувшины с холодными напитками, свежие фрукты и много-много всякой всячины. «Какой торжественный прием!» — захлопав от радости крыльями, возвестила ворона. «И это все потому, что теперь я самая красивая птица в мире!» «Что за чепуху ты несешь?» — ответила Аня. «Слышала бы ты себя со стороны. Хорошо, что еще нет рядом госпожи Иглицы». «Я не сказала ничего плохого», — возразила Яна. Но в глубине души она понимала, что сказала глупость. Просто ей уж очень хотелось, чтобы все ее считали красавицей. «Птицу, как и человека, украшает скромность», — пыталась объяснить вороне Аня. «Если ты не будешь такой выскочкой, то у тебя появится много друзей и поклонников», — добавила девочка. Слово «поклонники» так подействовало на ворону, что она мгновенно замолчала и, скромно склонив на бок головку, тихим шагом передвигалась на легких лапках. Не успели девочка и ворона приблизиться к столу, как их окружились забавные, смешные и очень добродушные жители долины. «Располагайтесь поудобнее», — сказал маленький пожилой человек. Его речь и уверенные манеры говорили о том, что он здесь главный. Возможно, седовласый старик был старшиной в этой дружной общине. «Вы среди друзей», — добавил он. Аня и Яна поблагодарили всех за теплый прием и сели за нарядные столы, уставленные яствами и цветами. Ворона была вне себя от радости. Еще никто и никогда не устраивал приемов ее честь. Шелковая роза сияла на ее груди, переливаясь изумрудным глазком. И ворона думала, что все взоры устремлены только на нее, на самую красивую птицу мира. Когда закончилось веселое застолье, гостей повели выбирать себе жилье. Надо сказать, что домики, где жили маленькие жители, были очень просторными. Несмотря на большое количество детей в каждой семье, места было много и всегда оставались свободные комнаты. Каждый домик окружали уютные садики, и хозяйки выращивали в них цветы. Цветы везде и всюду окружали жизни этих маленьких человечков. Розы, тюльпаны, хризантемы и другие растения прекрасные и душистые. Росли в садах на клумбах, в больших и маленьких горшках и горшочках. Стояли в вазах и украшали одежду, часто находясь в петлицах пиджаков мужчин или жакетиков женщин. И теперь перед девочкой и птицей стояла непростая задача в выборе комнатки в доме и хозяев, которые предлагали свое гостеприимство. Все жители были добродушны и все распахивали перед гостями свои двери. После сложного выбора друзья все же остановились на одном семействе ручейков. Ручеек — это была фамилия главы семьи. И хотя у него, конечно же, было и имя, но звали его все — дядюшка Ручеек. Жену же его звали — тетушка Ручеек. А всех детишек — Ручейками. Эта фамилия шла еще от давнего пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-деда Ручейка, поскольку жил тот далекий предок в предместе Ручья. Жена его меняла холодную воду из этого ручья на продукты. Денег в стране феи Иглицы не было, и люди жили обменом. Ручей сохранился, и теперь потомок старого ручейка жил в этой же местности, и его жена также меняла воду из ручья на продукты. Люди они были придобрые и имели восемь детишек — четыре мальчика и четыре девочки. Девочки любили нарядную одежду и все красивое. И когда они увидели на груди ворону шелковую розу с изумрудным глазком, то так восхитились прекрасным цветком, что участь в выборе хозяев была немедленно решена, ворона заявила, что поселится непременно в этой семье. А Аня нисколько не возражала. С той поры зажили они счастливо в зеленой долине в окружении добрых и милых ее жителей. Каждый день навещала их госпожа Иглица, и, как и обещала, рассказывала много интересного и давала уроки хороших манер. Ворона на глазах преображалась и попросила фею преподать ей актерское мастерство. Птица считала себя талантливой, но понимала, что ей не хватает профессионализма, и теперь решила восполнить этот недостаток. Целыми днями я начитала нараспев в сложные стихотворные рифмы, упражняясь в красноречии и хорошем произношении. Птица также помогала хозяевам и, не ленясь, каждое утро выклевывала червячков из цветочных грядок, чтобы они не портили растения. Аня вместе с дочерьми тетушки Рычеек вышивала нарядные салфетки для украшения стола. В послеобеденное время всегда приходила госпожа Иглица и уводила девочку и ворону в свой сад. Она рассказывала им о чудесных редких цветах и помогала делать Ане Гербари. Каждое новое растение надо было вклеить в альбом и подписать. Как-то, гуляя в прекрасный теплый день в своих владениях и собирая цветы, фея вдруг внезапно остановилась и по ее лицу пробежала тревога. — Вас что-то обеспокоила, дорогая фея? — участливо спросила Аня. — К несчастью, да, — грустно ответила госпожа Иглица. — Почему к несчастью? — сильно забеспокоилась ворона. — Дорогие мои друзья, — обратилась к ним фея, — за то время, что вы гостите у меня, я успела полюбить вас и привязаться душой. Я знаю, что могу доверять вам. И теперь прошу выслушать меня внимательно. И она с грустью продолжила. — Как вы помните, в начале вашего появления здесь я рассказывала о своих сестрах, феи Синеглазки и Солнышке. Тогда я обмолвилась, что у Солнышка есть сестра-близнец, но не стала говорить о ней. Теперь пришло время узнать и об этой моей сестре. Гуляя с вами по саду, я увидела вот этот сухой желтый лист. А для моих владений это означает приближение большой беды. Пожухлые скрученные листья — это знак опасности. Моя зеленая планета вечно молода, и здесь всегда бывает только весна и раннее лето. Мы не знаем ни осени, ни зимы. Сильная холода или знойная жара неведомы нам. Что же означают сухие увядающие растения на моей земле? Я расскажу. Итак, у феи Солнышка, моей старшей сестры, есть близнец. Обе сестрицы появились на свет от наших родителей тепла и радости. Родившись ласковыми и лучезарными, с течением лет близнецы вдруг стали расти и развиваться совсем по-разному. И если одна из них продолжала быть сияющей и веселой, то другая неожиданно проявила злой нрав и с каждым годом становилась все мрачнее. Злость ее происходила из большой и страшной зависти, а завидовала она всему — небу, океану, ветрам и тишине. Но больше всего завидовала своей родной сестре. Сестрица Солнышко была добродушна и нежив в своих теплых лучах всегда напевала приятные песенки. Но другой сестре казалось, что все это делается ей во зло, что все вокруг против нее. И хотя она тоже была Солнышком, но от испорченного характера разгорячалась все сильнее и сильнее, пока не превратилась в засуху. Злоба и ненависть состарили ее, и теперь она сделалась страшной, сгорбленной старухой и зовется злой феей засухой. — Да-да, — взахнув, — сказала иглица, — феи бывают не только добрыми. На свете существует и зло. Госпожа иглица задумалась, но вскоре продолжила. Когда-то очень давно, много-много лет тому назад, в мой зеленый мир пришла большая беда. Старшая сестра засуха, позавидовав счастью царившему в благодатном краю, обрушилась на мою планету и всех ее обитателей страшной, нестерпимой жарой. Жара была беспощадной, и с каждым днем жила все сильнее и сильнее, пока не начались пожары. В те годы многие ни в чем не повинные, добрые жители моей страны погибли. — Какая ужасная, несправедливая история! — громкими рыданиями разразилась ворона. Она плакала так сильно и была так безутешна, что фее пришлось на время прекратить рассказ и успокаивать несчастную птицу. — Я даже готова отдать лучшее, что есть в моей жизни! — продолжала всхлипывать Яна. — Расстаться со своей розой! Только бы больше никогда не повторилось это страшное горе! — Дорогая Яна, — сказала фея, — как известно, слезами горе помочь нельзя. — Лучше соберите все свои силы и не оставьте меня в трудный час! — обратилась Иглица к друзьям. — Я сделаю все, чтобы служить вам, госпожа Иглица! — вытерв крылом слезы, сказала птица. — И я тоже! — заверила фею Аня. — Дорогие мои, я знала, что вы верные товарищи и не оставите меня и моих жителей в беде! Обрадовалась, насколько позволяла радоваться ситуация фея. — А теперь посмотрите сюда! Вот что так разволновало меня! И фея показала на кусочек выжженной земли. Трава на ней погорела, и, свернувшись в трубочку, на голой полянке лежали два сухих листа. — Это может значить только одно! — продолжила Иглица. Фея засуха уже близко. — Чтобы спасти всех от беды, я должна скорее отправиться в путь к моей младшей сестре Синеглазке. Она почему-то давно не навещала меня. Синеглазка еще слишком юна и могла забыться в своих играх и забавах. Теперь мне надо поспешить к ней. А вам придется остаться вместо меня и быть опорой и утешением моим добрым жителям. Я должна отправиться в дорогу немедленно. Нельзя терять ни минуты, так как путь мой будет долг. За семью морями и семью океанами живет Синеглазка. Госпожа Иглица хлопнула в ладоши, и крошечные зеленые стрекозы с человеческими лицами появились вокруг нее. — Мои верные слуги будут сопровождать меня, — обратившись к девочке и вороне, сказала Иглица. — А вы остаетесь без моей волшебной помощи. Фея невидимкой растаяла в воздухе, и лишь маленькие стрекозки, словно шлейф, порхали прозрачно-зелеными крылышками, сопровождая свою уже невидимую госпожу. На прекрасном синем океане, вдалеке от зеленой планеты госпожи Иглицы, за семью морями и семью океанами находились владения феи Синеглазки. Она была самой младшей из четырех сестер и находилась еще в том возрасте, когда детские игры и забавы еще не оставляли ее. Но и уже все чаще начинала она заглядываться в туманную морскую даль, на проплывающие мимо корабли с молодыми капиталами. Синеглазка была еще чудесным ребенком и иногда во время веселых игр забывала о своих обязанных стих феи. Сорудив некое подобие кареты из каракатиц и морских ежей, запряженных тремя дельфинами, юная фея вот уже долгое время объезжала свои владения. Путешествие так увлекло ее, что обязательное посещение зеленой планеты с необходимыми дождями и влагами совсем забылось. Вот уже два месяца Синеглазка гостила то морской звезды, то жила в стае маленьких полосатых рыбок, то бегала на перегонки с толстым кальмаром. Да кто знает, куда уносила еще ее воображение. Долгий путь пришлось преодолеть средней сестре феи Иглицы. Сколько дней прошло находясь в дороге, неизвестно, но одно было понятно. Время безжалостно уходило. Госпожа Иглица беспокоилась о своем зеленом мире, теперь оставленном на маленькую девочку и птицу. Но Синеглазка не подавала никакой весточки, а завистливая злая сестра Засуха немедленно воспользовалась этой ошибкой и уже спешила принести смертельный яд своих чар еще ничего не подозревающим жителям доброй планеты. Наконец Иглица достигла волшебного края младшей сестры. Оставив свою свиту, она быстро спустилась к берегу океана, чтобы увидеть Синеглазку. Но Синеглазки нигде не было. Отчаяние впервые охватила фея, и она ходила вдоль берега, пытаясь дозваться до непослушной сестры. На помощь госпоже Иглицы пришли зеленые стрекозки с прозрачными крылышками. «Не волнуйтесь так сильно, дорогая фея», — застрекотали они, перебивая друг друга. «Мы знаем, что надо делать, мы знаем, мы знаем, мы все знаем». Стрекозки говорили одновременно, и невозможно было понять, что они хотели предложить. Закрыв уши руками, Иглица крикнула так громко, что все стрекозы сбились в кучку, и их крылышки быстро-быстро задрожали. «А теперь самая старшая из вас скажет мне, чем вы можете меня утешить», — строго сказала фея. «Тут к ней подлетела одна из стрекозок, она была самая зеленая из всех, и, по-видимому, и была старшей, и, откашлившись, сказала. «Дорогая госпожа, вы устали за время долгого пути и не можете продолжать поиски синеглазки. Но мы, стрекозы, не устаём никогда, и полёт для нас — это счастье. Мы с большой радостью полетим над океаном и увидим, в каких его волнах резвится ваша младшая сестра. Очень скоро наша зеленая стая доставит вам озорную юную фею». «Ах, какие же вы заботливые! Какие умные!» — обрадовался Иглица. «Так скорее же и в путь!» И стрекозки с шумом улетели. А между тем наступил вечер. Солнышко клонилось к закату, и усталая фея заснула. На розовой утренней зорьке её разбудил гудящий гомон и весёлый смех. Открыв глаза, Иглица увидела призабавное зрелище. Несколько каракатиц, соорудив смешную фигуру, похожую на карету, придерживали морских ежей, поскольку ежи представляли собой колёса от этой кареты. Внутри сидела синеглазка и с развивающимися волосами оглашала все окрестности громким смехом. Юная фея держала в руках божжи из морских водорослей, которые плотно крепились к трём морским дельфинам. — Поторапливайтесь! — кричала синеглазка дельфинам. — Моя сестрица хочет видеть меня! Всё время, пока госпожа Иглица ждала свою непослушную сестру, мысленно она была готова к упрёкам и даже к наказанию за провинность синеглазки. Но, увидев этот забавный фаэтон, только лишь рассмеялась, и все упрёки вмиг были забыты. — Какой же ты ещё ребёнок! — только и сказала Иглица. — Однако я пришла к тебе с печальной вестью! — продолжила фея. — На мою страну обрушилось страшное горе! И она рассказала синеглазке все ужасающие приметы скорого нашествия старшей злобной сестры Засухи. — Нам надо немедленно отправляться в путь! — скричала синеглазка, сделавшись сразу серьёзной. Не теряя ни минуты драгоценного времени, сёстры отправились на зелёную планету. А в это время, в некогда счастливом зелёном мире, произошли страшные и ужасные перемены. После отбытия госпожи Иглицу целую неделю стояла нестерпимая жара, и от непривычного климата для этих мест деревья сначала пожелтели, а потом и вовсе потеряли свою листу. Никогда прежде не видели такого необычного явления жители этого края. Изнемогавшие от жары животные сначала искали тень, где можно было бы спрятаться от такого чрезмерного тепла, но вскоре больше не могли передвигаться, и обессиленные лежали кто где. Плодородная земля пересохла и потрескалась, представляя собой жуткую картину, но самое страшное было ещё впереди. Очень скоро стали пересыхать все озёра и реки, и люди поняли, что не смогут больше уберечь не только скот, но и своих детей, и себя. Аня, которой было только девять лет, и Яна, бывшая всего лишь птицей, взяли на себя всю ответственность зелёную планету и её обитателей. Обе подруги мужественно переносили страдания, и даже ворона, к удивлению девочки, не издала ни единого жалобного стона. Как уже известно, во дворе домика, где девочка и птица остановились у своих хозяев, протекал ручей. Из-за очень быстрого и холодного течения вода в этом ручье не пересыхала, и он стал единственным источником жизни. Но ручей был слишком узок, и воды в нём не было в достатке. Также заключалась опасность остаться и вовсе без воды, если пользоваться ручьём неправильно. Нужно было точно рассчитать, какое количество жидкости в день можно расходовать. И Анна с Яной решили создать пункт по раздаче этой живительной влаги. Попросив у хозяйки небольшой кувшин, Аня наполняла его водой из ручья, исходя из расчёта, что кувшин воды будет нормой для одного человека. Но очень скоро стало ясно, что такая норма – слишком щедрый и непозволительный дар. Вода в ручье начала иссякать. Как ни тяжело было, но пришлось смириться с очень незначительной мерой – два стакана воды в день на одного человека. И только потому, что люди в этой стране были очень малы и напоминали гномиков, только благодаря их крошечному росту могли они обходиться ничтожно малыми порциями даров из родника. Трудно приходилось несчастным жителям. С самого раннего утра они выстаивали длинные очереди для того, чтобы принести в дом совсем немного драгоценной жидкости. Но тяжелее всего приходилось Ане и её неутомимой помощнице-вороне. Беспощадная жара сжигала всё вокруг. Уже не оставалось и клочочкой земли, где бы росла трава. Но девочка и птица работали, не зная усталости, раздавая воду на своём пункте. Слишком большая ответственность лежала на них. А главное, друзья дали слово госпоже Иглице. С каждым новым днём мучения всего живого на планете только усиливались. Детский весёлый смех больше не звучал в её зелёной долине. Да и долина представляла собой страшную картину выжженной, рыжей, бесплодной земли. На рассвете одного из тягостных дней Аня проснулась раньше обычного. Её разбудил непонятный шум и странный грохот на улице. Казалось, что на крышу домика, в котором она жила, забралось целое стадо слонов. Такой сильный топот разговался над головой девочки. С улицы слышались дикие визги и громкий стук непонятных предметов. Когда Аня выбежала посмотреть, что же происходит, то не узнала ни своего двора, ни домика. Ярко-рыжий цвет застилал всё вокруг. Весь домик, как виноградные ягоды, облепили непонятные рыжьи существа. Они висели на крыше, окнах и дверях и издавали такие жуткие звуки, что холодило сердце. Это непонятное рыжее стадо также окружило и несчастные голые деревья и колотило по ним огромными дубинами. На страшный шум вылетела встревоженная ворона и поначалу так испугалась, что металась, как угорелая из стороны в сторону. Но, вспомнив данное обязательство перед госпожой Иглицей, ворона заставила себя успокоиться. Тесно приблизившись друг к другу, птица и Аня медленно продвигались вперёд, чтобы рассмотреть это страшное нашествие. Навстречу им также медленно шли жители долины, вооружившись кольями и садовыми принадлежностями, кто с лопатой, кто с тяпкой или граблями в руках. Все как один встали на защиту своей родины. Когда совсем расцвело, то в этих злобных существах увидели ярко-рыжих обезьян. Шерсть у них была взлохмачена, кончики ушей и хвосты, словно пожар, горели огненно-красным цветом. А с зверелыми рожами они глядели по сторонам и со стерпенением крушили всё вокруг. Старейшее население срочно созвал совет и было решено всем жителям покинуть свои дома и поселиться единым лагерем вокруг ручья, оберегая воду и сплотившись обороняться. В полдень ситуация в долине ухудшилась. Поднялся сильный горячий ветер, затем среди ясного дня наступила полная темнота и, закручившись в ураганном смерче перед испуганными маленькими человечками, предстала старая уродливая ведьма. С её появлением ураган утих, и всё зарилось с нестерпимым жёлтым светом. Старуха была закутана в длинный жёлтый плащ и вдруг раскрыла его. Из ткани плаща, как горох, посыпались какие-то комочки. Когда эти комочки упали на землю, то ими оказалась новая порция рыжих, злобных обезьян. «Ну что, хорошо ли вам теперь живётся? Всем ли вы довольны?» – хехидно усмехнулась беззубая корга. «Теперь я, царица ваших земель!» Продолжая беззвучно смеяться, шепелявила ведьма. «Ваш скот пал, посевы сожжены, целебные коренья, орехи и ягоды изничтожены, у вас почти нет воды, ваши дети голодают и очень скоро не смогут больше перенести страшной и спепеляющей жары. Ваши дни сочтены, и вы все умрёте!» Дикий хохот раздался по долине, и на радостях засуха устроила дикую пляску в окружении рыжих обезьян. Всё закрутилось, как огненный вихрь перед несчастными маленькими человечками, и невозможно было понять, где засуха, а где обезьяны. Огромный рыжий шар в общей круговерти завертел всю сатанинскую стаю. Словно рухнувшая скала свалилась страшная беда на ни в чём не повинных добродушных жителей ещё только что цветущей планеты. Как быстро и как непоправимо ушло в небытие всё, что было так дорого и, казалось, будет существовать всегда. Горе неожиданно пришло в распахнутые двери и сокрушило дом. Жители долины объединили все свои оставшиеся съестные припасы и назначили тётушку ручеёк, ответственный за их распределение. Прежде всего, надо было накормить голодных и сильно ослабленных детей. Взрослые тоже уже еле держались на ногах, но они обязаны были выстоять и дождаться своей доброй феи. Несмотря на все тякоты, так неожиданно свалившиеся на этот добродушный народ, каждый из них верил, что злу наступит конец и счастливая жизнь вернётся в их дома. И ни один не сомневался в победе. Это были стойкие, мужественные люди. После утомительной, изнуряющей ночи утром жители лагеря старались заснуть, чтобы экономить силы. И только сменная вахта всегда была на чеку. Аня не спалась, и она решила немного пройтись вдоль ручья. Его воды уже не журчали так весело, как прежде, и горе поселилось в этом уголке печали. Неожиданно для себя девочка услышала какой-то весёлый лебед и что-то похожее на смех. «У меня начались галлюцинации от тяжёра и жары», подумала она. Но чем дальше Аня продвигалась вперёд, тем отчётливее слышался смех. Он был похож на смех ребёнка. Вскоре перед её глазами оказался маленький белый пушистый комочек. Комочек резвился, пил из ручья воду и смеялся. Удивлению девочки не было предела, когда в этом чудесном, беленьком существе она разглядела детёныша и обезьяны. «Давай с тобой играть!» радостно сказал комочек. «Меня зовут Жаконя, а ты кто?» «Я Аня», не успев опомниться, пролептала девочка. «Но кто ты такой?» «Я Жаконя, я уже говорил тебе». «А где твоя мама?» спросила Жаконю Аня. «Мама у феи засухи, сейчас у всех процедура». «Какая процедура?» удивилась Аня. Ну, Жаконя уже был на ветке дерева и, срывая тоненькими лоскутками кору, ел её. Девочка стала напряжённо думать. Она догадывалась, что слово «процедура» означает что-то важное. «Ну что?» Вернувшись в лагерь и никому, не говоря ни слова, Аня разбудила ворону. «Милая Яна, я знаю, что тебе очень тяжело, но всё же я вынуждена тебя разбудить. Дело в том, что я, кажется, напала на какой-то важный след, какой-то важной тайны, и мы должны всё разведать», тихо прошептала на ухо вороне девочка. Затем она быстро рассказала о Жаконе, и друзья решились на рискованный шаг. Посоветовавшись, они приняли решение проникнуть в жилище злой феи Засухи. Засуха поселилась вдалеке от долины на высокой горе. Поздними ночами она варила в своём логове какое-то зелье, и клубы отвратительного дыма распространялись всюду, не выветриваясь до утра. Что это было заваривало, не знал никто. Утром же ни обезьян, ни самой Засухи не было видно. Прозмыслив немного, Аня сказала, «Вот в этом-то и кроется разгадка. Ночью старуха что-то варит, а утром обезьяны ещё не могут покинуть её логово. Это ключ к разрешению тайны», обрадовалась она. «Идём же, дорогая Яна, идём скорее!» Воспепеляющая всё живое жару, девочка и птица шли к логову ведьмы. Они были измождены и очень хотели есть и пить, но никто и словом не обмолвался ни о еде, ни об отдыхе. У друзей появилась цель. К вечеру они с трудом преодолели высокую гору и увидели перед собой большую ровную каменную площадку, на которой спали обезьяны. Рядом находился шалаш, где, по-видимому, отдыхала засуха. Неподалёку от её жилища на двух рогатинах висел огромный чугунный чан, а под ним разложен хворост. Было ясно, что в этом чане и варит свою отраву злая фея. Друзья решили остаться до утра и, спрятавшись за большим камнем, подсмотреть за ритуалом старухи. Как догадалась Аня, это и будут процедуры, о которых говорил Жаконя. С наступлением ночи засуха принялась варить зелье. Когда жидкость в чане стала закипать, то раздался такой едкий запах, что у девочки и у вороны стали следиться глаза. Рот совершенно пересох, но самое страшное, неудержимо хотелось чихать. Подвергнуть себя такой большой опасности и все провалить только лишь из-за чихания, подумала Аня. Как это несправедливо! Ворона уже широко раскрыла клюв, чтобы громко чихнуть. Не смей чихать! Что из силы прошептала ей прямо в ухо девочки. У каждого есть сила воли, и если ее применить, то многое можно подчинить себе. — Повторяй за мной! — скомандовала Аня. — Я сильная! Я очень сильная! И мое желание подвластно мне! Никто и никогда не может навредить мне! Я хозяйка своим мыслям! Аня сказала все это таким страшным голосом, что ворона от испуга лишилась дара речи. Хррр! Только и смогла прокрептеть птица, но не чихнула. Всю ночь подруги не сомкнули глаз и повторяли про себя внушения, заставляя свой организм не чихать. Утром дым от мерзкого варева стал опускаться в долину и сделалось немного легче. Теперь начинался самый ответственный момент всей операции. С первыми лучами солнца старуха разбудила обезьян, но, к удивлению Ани и вороны, обезьяны не были ярко-рыжими. Они потеряли огненную окраску и их шерсть всего лишь слегка желтела. Злобного нрава они также не проявляли и, проснувшись, хлопали друг друга в ладоши, напоминая веселых дурачков. Что за чудеса? подумала Аня. Но не успела она поразмыслить над этой загадкой, как разгадка пришла сама собой. Пока обезьяны забавлялись, засуху достала из котла свое зелье, только теперь она стала застывшим и напоминала булыжник. Положив эту отвердевшую массу в ступку, старуха стала толочь ее и толкла до тех пор, пока не превратила в мелкий порошок. Как только булыжник был измельчен, ведьма вынесла из своего слоша бутыль с водой и, разбавляя порошок, превратила его в рыжую краску. Дальше взору Ани и птицы открылось отвратительное зрелище. Старуха взяла в руки кисть и скомандовала, чтобы обезьяны подходили к ней. Но, к удивлению, девочки и вороны обезьяны не хотели слушаться старухи. Они сопротивлялись и пытались ускользнуть из-под ее рук. Тогда засуха засвистела в свисток, висевший на ее отвислом брюхе, и пронзительный звук этого свистка сделал обезьян послушными и безвольными. Понурив голову и скрестив на груди свои светлые лапы, обезьяны по одной подходили к злой волшебнице. Но, о, ужас! Как только на их светлую шортку попадала первая капля краски, обезьяны зверели, их морды принимали устрашающий вид, глаза вращались как колеса, и все они издавали дикий крик. Рыжая краска превращала этих совершенно безобидных животных в монстров. Не теряя ни минуты времени, Аня и Ворона из последних сил торопились назад, чтобы всем рассказать ужасную новость. Увидев этих жалких обезьян, у девочки мелькнула надежда, что их можно спасти, но как, она еще не знала. Может быть, общий совет сможет найти решение, думала она. Стоял полдень, и жара нестерпимо жгла кожу, ноги они распухли от слишком горячего воздуха, идти было трудно, но еще тяжелее, чем девочка. Страдала Ворона. Птицы не переносят большой жары и погибают. Однако Яна мужественно держалась, она дала слово госпоже иглице. Касаясь разгоряченной земли, и неуклюже подпрыгивая на тоненьких лапках, Ворона старалась помочь себе крыльями, однако каждый новый взмах крыла обжигал ее огненным потоком воздуха. Друзья шли с большими остановками и добрались в лагерь только к вечеру. В лагере же их ждало страшное известие. Вода вода в ручье убывала на глазах, ручей пересыхал, а значит жизнь этих милых человечков, Ани, вороны и всего живого подходила к концу. Оставалось надеяться только на чудо. Но характер этих удивительных жителей долины был так крепок и духах был так непреклонен, что никто из них, даже дети, не выказывал уныние. Ни одной жалобы и никаких разговоров о скором конце не было слышно. Собирая последнюю воду и делая ничтожные запасы, жители продолжали думать о жизни, а не о смерти. Правильное решение может прийти и в последнюю минуту, так рассуждали они, а сидеть сложа руки ни в коем случае нельзя. Так прошла еще неделя. Госпожа Иглицей и спасительница Синеглазки все не было. Слишком долг был путь Семи морей и Семи океанах, которые совершали две феи. А в лагере, как бы не был стоек этот народ, наступило время прощания друг с другом. Его жители умирали. Оставшись без еды и воды, они тихо лежали на выжженной земле, взявшись за руки. Ворона вот уже несколько дней не подавала голоса. Она совсем исхудала, и от обезвоживания ее клюв был широко открыт. Аня очень тяжело переносила состояние птицы, и, оторвав кусочек от своего платья, старалась устроить хоть какую-то тень для больной подруги. Ворона хоть и была крупной птицей, но, конечно же, меньше людей, и даже совсем незначительное количество влаги могло облегчить ее страдания, но девочка не в состоянии была ей помочь. Осторожно поправляя голову птицы, Аня вдруг услышала слабый голос почти безжизненной Яны. «Здесь, под крылом, возьми!» Бессвязно пробормотала ворона, обращаясь к своей подруге. Аня решила, что этот бред, лихорадка, и стала поправлять ее крыло. С каким же удивлением она обнаружила, что под ободранными перьями в выдолбленном вороньем клюве кусочки коры находится немного воды. «Я сберегла эту воду для тебя», сказала птица и совсем обессилела. Слезы брызнули из глаз девочки, ее болтливая, глупая, выпрашивающая для себя бесконечные подарки, ее беспечная Яна отдавала Анне самое ценное в этот момент. Птица отдавала свою жизнь. В этот благородный и трогательный момент высохшая, потрескавшаяся земля рядом с девочкой разбежилась и из тьмы прямо перед Аней предстала всклокоченная, свирепая ведьма засуха. «Ты подсмотрела тайну моих обезьян!» сверкая рыжими глазами крикнула старуха. «Ленточка из своих волос дворонье перо лежали за большим камнем, где вы прятались. Но ты же и унесешь эту тайну с собой в могилу, а твоя ворона уже мертва!» Старуха хохотала беззубым кривым ртом, и ее жаркое дыхание словно пламя обжигала девочку. «Ну что я вижу? В твоих руках капли воды!» Продолжала хохотать засуха. «Я дарю тебе их!» «Это подарок перед смертью!» И мерзкая ведьма засмеялась еще громче. «Никаких подачек мне от тебя не надо!» Несмотря на покидавшие силы, громко сказала Аня. «Гордые жители этой страны прожили свою жизнь достойно!» «А теперь достойно и умрут!» Продолжила она. «Я и моя подруга солидарны с ними и не принимаем твоих милостей!» С этими словами девочка выплеснула всю воду на старуху! Маленькие капельки, попавшие на рыжий плащ ведьмы, немедленно образовали дырочки в нем. «Ах! Так ты еще и воды боишься!» Теперь засмеялась Аня! «Конечно! Так и должно быть! Ты грязная, уродливая, завистливая ничтожество! И мысли твои также грязны и уродливы! Чистая вода для тебя — это смерть!» Не успела Аня договорить, как неожиданно все вокруг потемнело. Поднялся холодный ветер, и вдруг остроконечный искривленный зигзаг молний разделил небо пополам. За ним грянул страшный, почти оглушающий гром, и бурные потуки воды полились на измученную, изможденную землю. Перед лагерем обессиленных, но выстоявших людей оказалась фея сидегласка и щедро раздавала команды своим подчиненным ветру и дождю. Ручей весело наполняли живительные бегущие потоки, а ветер выдувал всю жару. Еще, еще, кричала синегласка, подняв руки к небу, и пересохшие озера и реки зашумели прохладной чистой водой. Жизнь вернулась на планету, жизнь вернулась к людям. Еще только что лежавшие изможденные дети теперь с головы до ног плескались в больших лужах, а родители не останавливали их, и все обнимали и поздравляли друг друга. Злая фея засуха обернулась труей грязно-серого дыма и исчезла. Исчезла ли она навеки или ушла в свою страну, неизвестно. Да и не до того всем было, чтобы разбираться в этом. Народ ликовал. Вокруг среди общего веселья все заметили мокрых белых обезьян. Вокруг них образовались рыжие лужицы со смывшейся краской, и обезьяны растерянно оглядывались вокруг, переминались с лапы на лапу и совсем не знали, что им делать. Их глупые, добродушные рожицы умильно смотрели на людей и тоже радовались их радости. Из толпы этих неуклюжих существ выбежал маленький Жаконя и, обращаясь к Ане, сказал, «Ну вот же моя мама, ты спрашивала о ней». Большая белая обезьяна вышла вперед и, смущенно поклонившись, только и сказала, «Здравствуйте». Она была так растеряна и ничего больше не могла произнести. Фея Иглица завершила общую картину радости своими чудесами. Взмахнув правой рукой, она одела всю долину благодатным зеленым цветом. Взмахнула левой рукой и птичий гомон оглушил ее окрестности. Все увидели, как на плодородных землях буйным цветом цветут деревья и тучные стада пасутся на богатых пастбищах. Обезьян решено было оставить на зеленой планете и с тех пор на ней появился новый, очень редкий вид совершенно белых и очень добрых животных. Для них фея посадила банановые деревья и обезьяны были счастливы. Больше никто не красил их рыжей краской и не свистел в страшный свисток. А теперь, дорогие мои, сказала фея Иглица девочки и ворони, вам пора по домам. Ваше необычное и чудесное путешествие закончилось и вы очень многому научились. И хотя я долго была в дороге, я видела ваше мужество и самоотверженность. То, что вы сделали для моей страны, называется коротким словом подвиг. И все жители, и животные моего края, и, конечно же, я и мои сестры будем помнить о вас всегда. А теперь прощайте. Как и в начале путешествия, ветви колючего кустарника раздвинулись и девочка с птицей оказались по другую его сторону. Перед ними стояла старая дама в сером плаще с палочкой в руках. Аня и Яна с удивлением на нее посмотрели. Прихрамовая дама сказала «В этой жизни я только странница и лишь в своем одной мне понятном мире я молодею и пребываю в истинном счастье». Ворона и Яна хотели поблагодарить фею, но ее нигде больше не было. Прошло время. Ворона стала ученой птицей с хорошими манерами и открыла школу благородных птиц. Девочка выросла и написала сказку о своем удивительном и далеком детстве. «Яна»